Ну что ж, доброго времени суток еще раз, дорогие друзья. С вами по-прежнему Год Хант и Лост. Мы все еще наблюдаем за противостоянием PSG LGD против Invictus Gaming. Ну и стадия драфта второй карты. На первой LGD оказались сильней. Не могу сказать, что целиком по игре, скорее больше сыграл роль драфт. Баунти Хантер ферст пиком от LGD. Вот так вот, не стесняясь. На предыдущей показали Doom, сейчас показывает Баунти Хантера. Invictus Gaming отвечают Тренд Протектором и Фениксом. А вот и Лич. Тот самый, тот самый Лич, которого я так ждал. Баунти Хантер стал очень приятным персонажем на линии. Подходишь и с каждой тычки воруешь золото. Ну не с каждой. Дженадо все-таки на первом уровне имеет очень долгое КД. С каждой Дженадо. Да, да, да. Поэтому даже в самые последние прокачки. Это 30 секунд, я не знаю, я столько внимания этому не отдаю. Ну то есть, 3 секунды. Ты же не будешь стоять и просто райт-кликом забивать персонажа. Баунти Хантер это зачастую персонаж, который подбежал, сделал тычку, замедлил. Там, если трек какой-то, то быстренько убили. Это не кентавр какой-то, который может стоять и меняться с тобой хитпоинтами. Так что... Не знаю, не знаю. Ну, там с помощью таланта, если я не ошибаюсь, можно потом нормально подбирать. У меня просто была история. У меня был парень, он сказал, ребята, я смурф. Сейчас я вам музыкатку потащу, дайте мне мид. Слышал, наверное, такие истории. Берет он, значит, в мид Брюмастера. Брюмастера тоже неплохо хапнули. Он говорит, сейчас я вас научу играть доту, ребят. Вы только смотрите. К нему приходит мид Баунти Хантер. Мидовый. И мой мидер умирает два раза до шестого уровня. У него истерика. Он плачет. Он орет, что все вокруг нубы. Что мы там чуть ли не к пятером должны прийти в мид и убить Баунти Хантера. И что якобы он против него не может стоять. Мы ему спрашиваем, чувак, а ты не мог ли от любого нормального мидера, там, любого стрелка, который будет просто дистанцию держать? Он нам дальше сказал, что мы нубы. И умер в третий раз. И, короче, Баунти Хантер просто стоял на линии, забирал у него с каждой джинады золото. И по итогу просто убил всех с руки. Вот такая вот история. Про мидовых Баунти Хантеров. Ну, если, конечно, быстро проапается, то да. Там и бонус с крита. Но тут еще и талант же есть на воровство золота с джинады плюс 90. Вот это вот довольно интересно смотрится. То есть каждые 3 секунды ты просто стычки воруешь 120 золота, если не ошибаюсь. 120 золота. Так это прикинь, как играет разница. То есть это ты 90 воруешь у соперника, 120, и 120 зарабатываешь себе. Ну да. Это же совсем жестко. Это же не просто 120 из пустоты. Ты их соворовал. Ну да, поэтому вот конкретно в пабликах Баунти Хантера на троечку, или Баунти Хантера вообще, ну в некоторых случаях даже Коры, если они могут встать против милишников, смотрится забавно. Многие ребята уже активно экспериментируют. Вот стараясь сделать из Баунти Хантера Коры. Пока больше похоже, что он поет сложную с лечом. Он пойдет в инвиз, лечь даст ему броню, и он будет сжечь. Ну такое, слишком мало дэмэджа. Это же больше редакшн и замедление. То есть, ну, там же мало урона довольно у леча. Там, по-моему, то ли 30, то ли 40 единиц на первом уровне, я не помню. Это не так много, чтобы прогнать. Не щиток Дарксира, грубо говоря. А вот подсейвить от героя, который обладает только физ уроном, это имба просто. Ну, на четвертом уровне там надежные 300 урона. Плюс помимо 300 урона еще идет дэмэдж редакшн, идет замедление, и нормально. Да. До 130 маны. Ну, плюс это вау-е, то есть там, если будет два героя, то по двоим героям будет этерна. Вот это нормальная комба. Ну, по крайней мере, в папчиках она напрягает, особенно если нет центри варда. Это напоминает какого-то баунт-хантера под Дарксиром. Похожий принцип. Вот это, если нет центри варда. Это про нас. Про 4К, работяк. Да нет, ведь это же на Инте было. Там тоже челики в инвизах убегали. У нас вот недавно был мегафон Баттл, где играли Team Spirit против Паваги Гейминг. И там, в решающей карте, человек с шадоу-блейдом убегал раза 4. И дастов не было. Он просто убегал. На пофиг. И что не могли с этим сделать? Ну, что они договорились без дастов. Может быть, да. Саппорту устали, знаешь. Или хватит это терпеть, да. Тут видишь, теперь с новым патчем непонятно, кто саппорт. Ты как бы пришел на свою баунт-хантере, Гриша. Теперь я ДД, а ты саппорт. Так, ну что, минута. Что пикать? Тренд протектор Феникс. Пока неплохой подсейв, скажем так, имеется. Ну, милишников желательно пока не брать. Можно встрять. Ну, это Магнус. Да, он уже встрял. Вот уже. Ну, я думаю, у Магнуса хотя бы трамвай есть. Он может отъехать. Повезет. Нет, вариант, да. Трамвай, это хорошо. Но уже три героя на исполнение. Это раз. При этом по линиям получается, что это Магнус с трендом сложный. Вот, это 6 уровня убивать будет сложновато. Ну, разве что харассить. То есть, Виктус Гейминг сейчас не имеет права брать слабого кора. Иначе придет лич плюс один и там конец. Может, кто-то кто-то яйцо разобьет. И не умрет за РП. Я тут нашел хорошего героя. Ну, это на будущее. Но вообще, я нашел очень хорошего героя. Зовут этого героя Кристал Мейден. С талантиком на Атак Спид? Да, она очень хорошо яйцо разбивает. Но это Сларк. Да, то есть, вот с Фениксом реально иногда бывает проблема. Но когда есть Кристал Мейден с талантиком, и там еще какие-нибудь молнии сверху соберут, то там нормально. Яйцо разбивает только в путь, как саппорт. Сларк хорош. Фаер Спиритов снимает. Из корешков выходит. Если он на реакцию успеет прожать Дарпак, то и РФП с себя снимут. Плюс его довольно-таки неплохо апнули. Ему и пассивочку апнули, и с Паунса теперь нельзя сделать ТП, пока Паунс не закончится. Да, еще на линии на старте Сларка пофидить. Будет непросто потом. Да, и при этом вот миличники, Сларк нормально стоит против Магнуса. То есть, оно там пинает, 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 ловкость прибавляется, и хорошо. Да, и саппорты они такие, чтобы наказывали Сларка. Там Феникс ставит яйцо, Сларк просто выпрыгивает. А если хватает атак спида, то банально убивает яйцо. Пока все за LGD. Сларк неприятный против Баунти Хантера. Там конкретно же надо не получится харассить. Если будет стоять Сентри Вард, и если ребята будут готовы убивать БХ, наказывать за тычки из джинады. Вот. Но с другой стороны, Лича можно отправить сложную. Паунти в легкую. И вот тогда Джиггернауту трудно будет против Лича. Он просто будет бить его издалека. А вертушку реализовать сложно. Да и саппорт они такие, чтобы сильно помочь Джиггернауту в реализации вертушки. Не знаю, мне Джиггер не особо нравится. Сларк как-то поярче смотрится. Он хлипкий, конечно, опять на старте. Вот на линии отстоять сложно. Но дальше все будет неплохо. Ну, с Магглосом он смотрится приятно. Вот и Рубик. Интересный, Пик. Интересный. И РП можно своровать. И умни-слэш какой-то. И у Феникса очень много полезных спилов. И корешки Трин, да. Слишком много хороших героев для Рубика. Так, ну и чем закрывать? Мидер необходим, ЛГД. Я так подозреваю, что именно его не хватает. Окей-то, Лина, по-моему, вообще идеально. Ну, яйцо Феникса разбивает. Дистанцию держит. Какой-нибудь ульчик собирает. Имеет бурст-пад. Прыжок с Ларка. Баунти-ган. Хантерам хорошо гангает. Наверное, один из лучших героев здесь. Монки и Кинг отправляется в бан. Да, у них свои мысли, они банят Монки Кинга. Тем-то он им не угодил. Что, Витян? Скорее всего, БХ сложный. Если не в миде. Как бы лич, Рубик намекают. Мид совсем вряд ли. Так, как бы лич, Рубик намекают. То БХ будет при денежках. Минус пак. Очень интересный бан. Согласен. Что, 20 секунд? ЛГД. Я думаю, что такого хорошего, кроме Лины, есть. Ну, Войкер есть. Тоже неплохо. Кстати, да, под Алакрити. Да, да, да. Он и с санстрайками хорошо помогает. Сларк аута нашел, и там санстрайк сверху. На паунс. Пропушить здесь Электус Гейминг. Дроблематично. Но это Мишка. Мишка. Еще один метовый герой. Да. Мишка популярен. И Мишка, ну, сам он, как бы, впитывает урон Джаггернаута, с вами слэша. Вот, очень приятно. Ну, да, если это кидается на Мишку, это здорово. То есть, неважно, как все плохо у Медведя, если на него прыгает Джаггернаут, он может сам прыгнуть в форму. И при этом еще присумонить Медведя, который разделит урон. Хорош. Сверху очень хороший пик. Такой, знаешь, необычный. Вот, он, конечно, немножко тонковат. Но, в целом, все смотрится гармонично. Виза ультра жадна. То есть, я не верю в то, что здесь Магнус даст РП в пятерых. Там, ульта Феникса, потом Корабль в пятерых. Тут такого, скорее всего, не будет. А когда Феникс, Магнус и, там, Кункевич, например, свои спилы реализуют в одного героя. Но уже, они уже не такие яркие. Допустим, Сларк. Я за Сларка. Лосось победит. Я верю в Сларка. Я тоже, наверное, предпринимаю. Ого, какой у него шлем с таким замком, блин. Тут реально Сларка останавливает только РП Магнуса. Да и то можно успеть прожать Дарпакт. Плюс какие-то станы Кунки, от которых тоже можно уйти. Или снять от себя Дизейбл Дарпакт. А зачем Сларку в тюрьме повесили такой шлем, который не дает возможности ему кусать, при том, что у него два кинжала в руках, которые больше него? В чем логика? Наверное, когда он был в тюрьме, у него не было кинжалов? Наверное. Он, типа, выбрался и нашел. Он только кусать. А что он не снял тогда? Он, наверное, ключей нашел. Спилил бы лобзиком, я не знаю. Лобзиком? Потихонечку. Идея. Ну, надо накинуть Сларку идею. Так, ну что, разбег по линиям. Магнус Феникс отправляется на нижнюю. Джаггернаут вместе с Трентом наверху. Все красные, все в каких-то волшебных сетах, фиолетовых каких-то. Жестко. Жестко. Это сейчас вот. Сверху будет. Такая линия необычная. Баунти Хантер на троечке и Рубен. Если у Баунти Хантера реально пойдет, если он не отъедет за вертушку Джаггернаута, то Джаггернауту будет тяжко. Заметь, что он сразу взял Джанаду. У него даже и скифы нет. То есть, вот Трент. Ну, он может, конечно же, попинать Баунти Хантера, но Баунти Хантер устойчивый. У него 7 брони. Оп, денежка. Да, вот тот самый Баунти, о котором я рассказывал. И Трент, он как бы, даже если будет размениваться выгодно с Баунти Хантером, Баунти Хантер все равно будет воровать денежку. И получается, что вот два миличника как-то не очень в такой ситуации. Оп, еще денежка. Да, пошла крутилка, чаллис, ФА немного втанковал. БХ еще разменивается, но до очередной Джанады еще целых 4 секунды. Джаггернаут накидал урона, приходится отъедаться Тангусом. По итогу LGD забирают три Баунти Руны. Хороший старт. И самое важное, что Джаггернаут потратил вертушку. У него большой кулдаун, 42 секунды. По мане тоже дороговато стоит, на первом уровне 120, на четвертом 90. Обычно там до пятого уровня вообще не хочется маунт тратить. Только один раз, чтобы она начала регениться. И все, вот стоит дерево, смотрит на БХ. Не, он будет разминать, конечно. При этом ты все время получаешь тычку с Джанады, которая приблизительно такой же урон тебе наносит, но при этом еще деньги теряешь. Но чаллис, видишь, есть проблемы с Джаггернаутом. Он все-таки крутилки пока догоняет. Это надо как-то нарастить мувспид, чтобы... Ну, он пережил. Фишка в том, что Джаггернаут уже потратил дважды Блэйдфьюри. Манга нет. У Тринта нет манга, и у Джаггера нет манга. И следующее Блэйдфьюри будет через 35 маны. Поэтому БХ сейчас просто отхиливается полностью флаской, избивает Тринта, избивает Джаггернаут, и он полностью выигрывает линию. Его задача сейчас добраться до сапога максимально быстро. То есть, как только он получит сапог, для него это Блэйдфьюри не такой страшный будет. Так, там тукфайца прогоняет ФА, еще буквально пару тычек, но нет. Проедая тайные тропинки. Уходит. Да, до сапога еще 250. Надо крепчиков забрать. Мишка на центре против Кунки 5-4 на 3-1. Но у Кунки пока все хорошо, хотя пробить Медведя будет очень сложно. Там сейчас вот этот Трансфер Пейн, Дефендер, который переносит Чалеса. Что, крутилки не было? Не хватает манны. Зачем так атаку-то рано начали? Можно было подождать буквально 5 секунд, и через этот сит забрать Баунти Хантера через крутилку. Ну, поторопились. В итоге Чалес живой. Крутилка сейчас появляется. Это здорово. Сейчас появится Сапог. И БХ нужно дать флазочку. Или хотя бы Тангусик. Ой, Докфайтс, по-моему, подставился. Приехал. Это полнейшая доминация на сложной. То есть, вообще Баунти Хантер опасен не тем, что он вначале ворует золото, а тем, что он берет 7 уровень по-быстрому, одевается в ХП, чтобы он не отъехать за раскаст, и просто каждые 3 секунды ворует по 30 золота. И перспектив на этой линии не намечается у Трента с Джиггернаутом. Трент просто забирает экспо у Джаггера, и на этой линии делает весьма мало. Да, там еще и Диная идут от ТФ. Фейтбол там забирает крипчиков, когда может. То есть, ну, не идет такое, что 100% крипа надо отдать Баунти Хантеру. Получается подфармить, подфармливает. Главное, не дать Джиггернауту. Да. Джиггернаут страдает. Он 6-й по Нетверсу. То есть, как-то помощь на этой линии не намечается. Если Рубен еще принесет одну сентри, то здесь вообще будет конец для Трента. Интересно то, что Чалис выбрал раскачку через второй ТОС, а не через Джинадо. Да, это, кстати, интересно. Все-таки уменьшается КД на 3 секунды. Дэмэдж вырастает на 30-ку. Ну, за утром. Ну, видимо, он так просто хочет ману реализовать. То есть, как бы, в Энвис он, я так понимаю, не собирается уходить? Ой, подтянули. Пошел Паунс. Проблемы начинаются у Магнуса. У него нет маны, чтобы уехать. И, по-моему, Лаз здесь должен погибать. Тычка отлича. Попытка даться нейтралом будет. Какая-то Дарк Пакт зацепил. Минус Магнус. Второй фраг для ЛГД. Так вот, вернемся к нашим Баранам. То есть, он вряд ли собирается убивать кого-то через Энвис на этой линии. Он просто такой статовый Баунт Хантер, который тычкуется по КД и напрягает треками. Трек на втором уровне дает много урона. 225. Сейчас пойдет похилиться. Скоро времени. Но пока можно лес подфармить. А, ну или бот лопись. Пытаются закрутить эфай. Надо разворачиваться, потому что у него второй фейтболт, который можно сейчас бросить. Ну и телекинез при этом есть. Мне кажется, докфайт здесь погибает. Вот он фейтболт. Не стал подтягивать к себе телекинезом. Там нет надтос. Хотя вот он телекинез, фьюри, в КД, но есть 10 стиков. Так что джиггернаут здесь в безопасности. Боттл уже пустой. Но сейчас появятся баунтируны через 10 секунд, которые чалюсу обязательно проконтролить, чтобы восполнить запасы хп маны. Ну, тем временем на лёгкой линии замес. Тут бегает Сларк, его очень трудно взять. Ну, я бы не сказал, что трудно. Лича заберут. Ещё и спирит попадает по Сларку. Единственное его спасение это, что Шрайн зарядился. Его может отпиться. Да, то есть вот Лича легко взять. Лича нашли, по-быстренькому забрали, ему конец. Вот Сларку это очень сложно, только потому что он может просто... Ой-ой-ой-ой, какой фраг на джиггернауте. И просто подошли, через фейтболт его забрали. Ещё и докфайтс видят ему не спрятаться. В инвиз постоянно дэмэджем сбивается. Это дело джиггернаут сейчас может прилететь с ТП и как-то помочь тиммейту, но он не успевает. Даблкилл от Баунтихантера. Вторая джиггернаутка уже есть. Третий уровень джиггернаут. Ему вообще сейчас к рипам очень сложно подойти, потому что джиггернаут откатывается быстрее, и Баунтихантер вот этот дэмэдж ему выдаёт по КД. Атака на медведя на центральной линии. Пошли руты, корабль заехал, Мишка всё ещё живой. И он, походу, выживет. Феникс, круг подсчёта, пару-тройку тычек от вышки. Там 120 хитпоинтов остаётся. Было бы любое сейв ТП для лаун-друиды, и, мне кажется, были бы фраги на пустом месте. Рейнин, жиггернаут, пошёл. Может быть, сейчас. У него почти получилось, но Баунтихантер оказался слишком быстрым, и у него много ХП. ПТ-шечку на силы работает. Единственное то, что шрайн уже потрачен как раз, и придётся идти до базы, чтобы восполнить ресурсы. Опять зацепили Магнуса. Магнус, а он даже уехать не может. Он под замедлением. Очередной Дарк Пакт. Феникс пытается помочь, что уходить в Шадоу Дэнн, чтобы добить. Дарк Пакт ещё есть. Ой, как больно. Фени отправляют его отсюда подальше. Он круг почёта сделал и отправляется под Т1. Рубен возвращается на сножную линию. Баунтихантер вряд ли будет отпускать эту линию, учитывая, что он довольно-таки круто стоит против джиггернаута. Вместо гангов имеет смысл дальше напрягать джиггернаута. На тех пор, пока денежку воруются. Вот, ну и джиггер страдает. Причём серьёзно страдает. Ну, тут лимикармор есть. Кое-как засейвили. Надо сейчас ставить хилингвар, чтобы вернуться к бою. Погибает Феникс. Слишком всё хорошо у Сларка. 38 на 7. Находится почти на фрифарме. БХ. Сейчас получит пятый уровень. Что будет максить? Инвиз вообще брать будет? Или дальше джинатку? Пока джинатка работает, лучше джинатку брать. Не, ну просто дальше будет трек, и получается первый инвиз ты на седьмом уровне получишь. Так он же не уходит никуда. Он стоит дальше, напрягает джаггера, качает денежку. Не, берёт, берёт инвиз. Всё правильно делает. Он может взять инвиз с расчётом, что он пойдёт кого-то убивать на шестом, но может также дальше стоять и выигрывать линия. Там варианты разные бывают. Джаггера вообще печалька. То есть БХ убить трудно, у него Винлейс появился. У него МС выше, чем у Джаггера. У Джаггера 347, у Баунтихантер 390. Тут Миди пытаются Рубена убить. Рубен живи. Ну, Рубен живёт здесь Мироба дошёл. Корабль есть. Дэмэдж бы выйдет хоть какой-то. Нет, не получится, да. Но, Кунка, бежать. Рут. Мне повезло. Сделал ТП на глазах у медведя. Поплатился. Так, ну вот она и помощь. Главное, чтоб не поздно. Ой, Баунтихантер неудачно подвыщик. Так, инвизик, если у него там дасты, там есть дасты. Нажимать инвиз бессмысленно. Нажал, тут же прожимаются дасты. Из-за этого он замедлен и получает сейчас урона. Да, погибает здесь Баунтихантер. Фраг достаётся, правда, дереву, а не джиггернаут, как, наверное, хотелось бы. Пошёл Лич. Почти нашёл Феникса, но Феникса наступил. Так. Лича нашло дерево. Пар спирты всё ещё на КД. Дерево Солянова развлекается с Личом и Лич уходит. Абуха вернулся. Повернулся, говорит, здорово. Кони восемнашку. Ты на линию пришёл, косарь должен был отдать. Я-то ещё ещё подумал. Так, знаешь, так бегаешь саппортом, там и так денег обычно немного, и нужно вардики поставить. И тут просто Баунтихантер тычет. Нет, обидно будет, когда он тебя будет стыкать с талантом на 20-м уровне. Когда у тебя просто минус 120. Такой, тянешься вард купить, и хоп, а на вард уже не хватает. Ты ещё и должен остался. Походу, без сентри вардов лучше вообще в лес не заходить. Дук файт. Есть трек. Начинают разминать. Кстати, возможно, сейчас Чалис погибнет. Пивается, как может, ботлом. Выпил всё, что можно. Торрент всё ещё живой. Уходит в инвиз. Зачем? Зачем прожимать инвиз? Почему он прожимает инвиз, когда на нём висят дасты? Это же замедляет его. Его вкусы, Виктор, слишком специфичны. Понял. И его... Я извращенец, да? А что ты делаешь? Я прожимаю инвиз во время дастов? И его мнение отличается от вашего. Да это я понял уже. Не только, кстати. Ой-ой-ой, зацепили Сларка. А зря он нажал Дарк Пакт. Он погиб, да. В общем, много таких моментов происходит, где, по-моему, ЛЖД там немножко фидит. Но в целом всё, по-моему, идеально. То есть Баунти Хантер свою линию выиграл Джаггернаута слишком мало. У Сларка всё хорошо. Он на лёгкой линии почти дофармил Шадоу Блэйд. Что это за тычки такие сумасшедшие? Он просто идёт и пинает его. Это Баунти Хантер, который пинает Джаггернаута, ребят. Он просто идёт. Сейчас обновить трек. Повышается мувспит. Сейчас будет инвиз. Можно ещё одну тычку дать, чтобы просто забрать его. У него стики есть, и он не слэш. А он не пойдёт, на муми слэш, да. Там муми слэш. Виктор, а вы как хотели? Что именно? Вот так вот он сейчас и приходит. Ну да, это неприятно. Джаггер ещё неприятно, что он может напасть на Джаггера, тычковать его. Джаггер нажмёт на муми слэш. Баунти Хантер выживет. Просто убежит, типа, за счёт трека. Да, так и будет. Седьмой уровень. Всё-таки решил Макси дальше Тос. Джаггернатка же круто смотрит с четвёртого уровня. Вообще, сумасшествие от тебя уйти невозможно. Не хочет, не хочет. У него свой билд. Хорошо. Он уже, это, инвиз прожимает под Даст. Погнает Надежду. Чё-то забежал, посмотрел. Стаки забрать тяжко. Феникс, Магнус, его прогнали. Ему нужно срочно убежать, пока Конку не успел поймать его на крест. Хорошо. Верхнюю башню сил темно. Вообще, можно не бегать, вот там, по разным местам. Он просто пойти, дофармить, что-то ублать спокойно, лёгко, учитывая, что на лёгкой линии никого нет. И потом там минус один, минус два. Верхнюю башню силы. Это тринадцатая минута, если что. Преимущество, конечно, пять тысяч. Это здорово. Снова поймали Баунти Хантера. Выигрывает много времени. Да, его заберут. Это правда. Ну, а дальше что? Сларк в это время на фрифарме. Мишка почти спушил тавер. Лич. Шестого уровня. Дерево подходит. Есть руты. Феник залетает. Можно поставить яйцо. Ставится яйцо. Пошёл чайник. А припов рикошетит. Но этого не хватает, чтобы забрать дерево. Ну и здесь уже Кунка. Да, медведю, наверное, придётся умереть здесь. Стреки, конечно, есть. Всё здорово. Но что делать дальше? Ничего. Да ладно, тебе нормально подрались. Да. Сейчас хорошо. Потратили ультимейт, конечно. Но самое главное, сделали фраги. Дерево, что находит у черного раз Рубена. А Рубен почему-то не носит с собой сентри, не даст их. Так, ну сейчас трек надо накинуть. А уже ничего, можно и накидывать. А здесь погибает 100%. Да. Детекшена нет. Только утрен тайс. Баунтихантер дальше продолжает развлекаться. Вот он ещё и с импауэром. Какая прелесть. Нашёл Кунку. Кунка под треком. Сларк, Паунсом зацепили. Будет ли корабль. А мы должны здесь погибать. Залетает сюда корабль. Как неприятно Сларку. Возможно, придётся нажать шаду-дэнс. Хотя у него стики есть. Эмма пытается уйти. Играет Армлетом. Играет Армлетом. Тычка с Джинадо. Ну, выигрывает Армлет. Феникс под треком. Лич его подманивает. Пошёл рык. Слишком много контроля. Ничего не получается нажать. И на ботами. Тут же смещение. Сларк решил продолжить атаку. И зацепить Магнуса. Магнус под эмпауэром. Там по-прежнему нет скивера. Да, начинается неприятнейший сноубол. То есть, они так нормально всё делают. А сейчас у них будут треки Баунти Хантера. И Баунти Хантер будет богат, как никогда. Пошёл мне Слэш. В Шадоу Дэнси. Слишком много урона. Тут ещё и вешается трек. Ливен Кармор никак не спасает. Потому что Дарк Пак там он скидывается метально. Поломали Хилинг Вард. Крутится Ф. Файд. Тос залетает. Догрызают Джиггернаута. Потому что у него слишком мало эмма. Здесь спириты пошли. Дарк Пак прожать не успел. Прожимает стики. Летает Чайник. Рикошетит. Дог Файтс. Но, мне кажется, он переживёт всё это дело. Да. Переживали. А вот Чалис догорел. И Х снова тоже умирает. Это минус 4. Минус 4 на одного Джиггернаута. Чё-то рановато, мне кажется. Под Шрайн. Вот такой вабанг. Был бы здесь Мишка с молниями. Наверняка бы размотали. Но Михаил в это время пушил топ. Да. Некоторые герои вообще ничего не успели сделать. Там Рубена очень быстро похоронили. И Сларк фактически дрался. Ну, чуть ли не один. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Ну, неплохо в целом. Да, Врагин преимущество есть. Но сейчас Магнус за счёт Болинка сможет повлиять на многое. Если, конечно, его не убьют. Магнус. Пошёл Рик. Руты будут? На, Телекинация будет. Трек. Минус Магнус. Появляется здесь ещё и тренд. Он тоже получит. Трек слишком много денег для Баунти Хантера. Он просто сейчас вот 9 уровень. У него готовы барабаны. У него совсем скоро появится Юл. Он в четвёрку богатейших людей этой карты входит. И нет предела совершенства. Он дальше будет зарабатывать деньги. То есть на месте IG. Ну, немного остаётся. Ну, разве что зайти в свой лес. И как-то выфармливать Джаггернауту и Кунки под Эмпауэр Магнуса. Джаггернаут слишком бедный. 16 минута. У него ПТ, 2 в Рейсбенда. Это всё. Взятый уровень. Магнус сейчас опять может подставиться. Правда, тренд летит. Сможет, если что, руты дать. Но вот сейчас показывает Магнус. И БХ спалился. Он же без инвиза здесь находится. Ставится сентри. БХ. Есть трек. Сларк. Притягивает Магнуса. РП есть. Но он успел, по-моему, прожать Дарк Пак. Так и есть. Сларк выбирается. И Чайник залетает сюда. Вижен имеется. Не уйдёт отсюда Магнус. Слишком много урона. Дерево тоже подсветили. Есть руты. Это здорово. Хотя Торрен, смотри. Сейчас ещё, может быть, кого-то зацепят. Да. Их снова зацепили. На кресте сидит. Вернули. Под Т2. Здесь вот Мишка. Мишка. По Вижену. Не прочь поработать. Джиггернаут и видит. Не имеет с Фьюри. Надо отступать отсюда. Он нажимает. Молнии идут. Ливен Кармар висит. И живёт. Живёт здесь Джиггернаут. Ну и осаду имеет смысл продолжать. Постоянно форсит драки. Постоянно размениваться по трекаме. Мишка боевой. То есть это не тот Мишка, который фарм трейден с абсолютно бесполезен. Он уже готов драться. Медведь. Под кораблик. Неприятно. Через Фьюри. Очень много дэмэджа. Мишка пытается отсюда подальше убежать. ПТ бы на силу переключить. Но Омнислэш пошёл. Вот он. ПТ на силу переживает. В Медведе много дэмэджа заходит. Телекинезом подняли. Украли Омнислэш. Рубик может ещё запрыгнуть на Джиггернаут. А так и происходит. Слишком мало урона. Там ещё и Ливен Кармар висит. Так что не пробей. Догфайтс. Подсвечен треком. Чалис продолжает преследование. Джинат откатилась. Тосик четвёртого уровня. Но снова Дасты и Баунти Хантера заберут. Ну, видишь, не так просто вот этому милишнику там вот это зайти. Постоянно, когда Дасты носят Инвиктус Гейминг. Баунти Хантер огребает. Но выжил Медведь. Это важно. Мишка живёт. Мишка потихонечку одевается. Да, уже монта скоро будет готова. Да, снимет с Fire Spirit из себя. И в лёгкую бьёт либо Джиггернаут, либо яйца. Ну, как бы, Дар сейчас уже мало что можно сделать. Они потяли момент, когда они, в принципе, могли как-то агрессивно играть. И теперь осталось просто сидеть и фармить под Эмпауэром Магнуса. Тантовой глядишь, Кунка сдоедался. Топфайтс. Зацепили. Кораблик заезжает снова Медведя. Лич сейчас может погибнуть. Случайник пролетелся. Это минус Магнус. И не уйдёт отсюда и Докфайтс. Провальная драка получилась. Лич всё-таки умер. Это, конечно, бонус для Invictus Gaming. Но... Скоро 20-я минута. Появится баунти руны. Тем временем, ребята, продолжают терпеть. Сентрик. Поставили прямо под Чалеса. Его спалили. Поэтому дайв использует Феникс. Феникс был бы и рад, но купить много Сентри. Но он очень хочет купить Мидос. Иначе денег не будет вообще в этой игре. Ну, он купил Мидос. Единственное, то, что затянется ли эта игра настолько, чтобы он успел этот Мидос реализовать. Теперь все деньги на Сентри. То есть Сентри, Сентри, Сентри Вар. Так, чтобы Баунти Хантер не смог дать тычку. Баунти Хантер не смогут чувствовать себя повальяжнее. То есть они сейчас видят, как зажимаются дайер. И они могут пойти пофармить вражеский лес, свой лес. И они в любом случае будут перефармливать. Да, вот чем-то похожим они и занимаются. Есть Юл УБХ. Теперь попроще будет. Теперь можно будет сейвить себя как-никак. И иногда избегать вот этих смертей. Ну, Инвиз уже в двоечку взял. Дженадо оставил тоже в двоечку. Это странно. Ну, ему так нравится. Его все устраивает. Ф.А. Есть Юл. Поднял себя. Ну, тиммейты, мне кажется... Бильно. Он не с Лэшем выигрывает время. Ф.А. Но уйдет ли он отсюда? Он еще и Хилингвард поставил, который не ломают. Ф.А. Просто все это время живет. Только-только сломали Хилингвард. Подняли его на торрент. Но времени он выиграл просто тонну. Улетает Феникс. Ставит яйцо. Ф.А. Делает байбэк, чтобы вернуться сюда. Эмма. Много дэмэджа. Чайник продолжает летать. Отличный РП. По четвероем пытаются зафокусить. Ласт. Просто билет через Фьюри. Джиггернаут должен забрать. Еще и Медведь его вернули. РП оборовано. Это Ф.А. Но слишком поздно. Дэмэджа здесь явно не хватит. Мишка бежает спасаться под треком. Джиггернаут летает в Яули. Подтянут Медведя или нет? Подтянут, скорее всего. Хотя Мишка грызет. Ты посмотри. Потихонечку расстреливают. Подходит еще и Руты. Руты есть. Пошел Рык. Ласт может погибнуть. Неужто они сейчас просто раскатают? Так и происходит. Магнус погибает через Фьюри. Не догонит он Ландруида. Слишком большой мувспид. И можно расстреливать. Через Вампирик. Пошел страх. Не уйдет отсюда Субсин Джиггернаут. Хотя Линкармор своевременно. Рут от дерева. Погибнет Медведь. Наверняка так и есть. Зацепили еще и Лича. И снова тоже не уходит. Вот это файт. Вот это я понимаю. Он еще не закончился. Квард начинает хилить. Баунти Хантер подходит и мечтает сбить Кунки. ТП у него получается. Кунка находится здесь. Но есть Хилинк Вард. И Кунку полностью откидывается. Ну что здорово вообще. Вообще молодцы. То есть выжимают максимум из очень неприятной ситуации. Делают все возможное. Чуть-чуть бы пораньше ТРП от Рубика. И все бы изменилось. Но Магнус конечно царь. Он прям с геймчейнджил. Даже с такими слотами Джиггернаут смог нанести какой-то урон. В этот файт. Самое время пофармить с Ларкома. Ну что БКБ? Без Блокинг Бара сложновато. Все-таки может он поймать момент, когда он не успевает прожать Дарпакт. И он там получит либо шальной таррент, либо корабль неожиданно залетит. И уязвим парень. Вот сыграет на верочку. Так, Рубен убивает вард. Рубенчик убивает второй вард. Знают ребята. Знают ребята о том, что Дарь естественно будет биться изо всех сил. Это по сути сейчас один мощный кэй, это Джиггернаут. Ну и кунька такой вауе. Вот. На куньке нужно драться сейчас, пока корабль имеет вес. Тесты. Чалес. Надо поднять себя в Юл. Поднимает в Юл. Заивейдил корабль. Заивейдил крест. Пошел трек. А мы зацепили очередной Юл. Воровный корабль. Это фай. Заезжает. Будет ли телекинез? Приходится нажимать БКБ куньки. Трек обновляется. Икс снова. Не попадает торрентом. Он отбежал. Все четенько. Треки продолжают раскидываться. В это время Сларк нашел Джиггернаута. Но он спалился на варде. Выходит. Паунс. Не попадает. Должны расстрелять. Здесь Дарк Пакт прожался. Да. Страх. И дерево уходит отсюда. Магнус. Заехал на Схивери. В кого давать РП? Дал РП. Тут же получает телекинез. РП, я так понимаю, с Воровали. Чайник залетает. Лич еле живой. Вот оно. РП. Подвоим пошел. Фейтболт. Начинают просто изничтожать. Висит щиток на Сларке. Его никак не пробить. Очередной корабль. Эмма здесь тоже погибнет. Все это происходит под треками. Куча денег заваливается в карманы LGD. И можно идти пушить. Разводить на байбеке. А у Кунки, кстати, байбека нет. Ему минуту сидеть в таверне. Яйцо было потрачено. РП тоже. Ключевые ультимейты были вкастованы. Поэтому Инвиктус Гейминг к ближайшему файту не готовый сейчас. Ну и Рошанчика самое время забрать. Рошанчик уже заждался. 25 минуты его никто не трогает. Инвиктус Гейминг банально не успевает прийти на деф. И Рошан в легкую достается Сларк. Ну и Сларк так-то уже мощен на пару с лондроидом. Вот Мишка решил собираться в дамагера. Такого оранжевого. Раз уж Сларк бегает на передовой. И очень много инициации совершает. То Мишка стоит сзади и просто убьет. Можно обратить внимание, что Мишка манту собрал. Там либо против Fire Spirit of Phoenix. Либо против Корнея и Тринта. Ну еще лишние таргеты для Джиггернаута. То есть если вдруг добрался из кастового у меня слэш. Ну теперь пошла защитная дота. Единственная проблема у Феникса. Вот он имеет Мидас. Заходит в лес, а лес пустой. Мидас не реализуется. Честное линию пойдет. Да, спалили Феникса. Но рядом никого нет, кроме Мишки. Мишка сигналит, мол, ребят, нужна подмога. И тогда попытаемся забрать через Фир какой-нибудь. Вот Сларк. План перехват. Уже бежит. Феникс потратил дайв. Это может стать проблемой. Через Дарк Пакт. Ливен Кармор. И Феникс погибает. Тосом пытался еще Баунти Хантер помочь. И скрипает Рек. Но не получилось. ТП на Шрайн. Готовы еще сразу подраться. Там руна дабл дэмэджа лежит. Но Сларк об этом не знает. И приходится отсюда спасаться бегством. Гема пока нет. Нет, гема нет. Не рассекретить здесь дерево. Теперь начинается вообще самая противная игра. Нужно терпеть против Сларка и Баунти Хантер. То есть это что может быть хуже? Нужно поставить огромное количество сентри вардов. или купить гема. А команда проигрывает. Да, покупать гем слишком опасно. Да, и много сентри не купишь. А там просто бегают ребята. И они могут позволить себе все что угодно. У них слишком много денег. Он только чудо спасет. Там какой-нибудь РП шальный уех в Питерах. И корабль по всем. Получает 20 уровень Мишка. Берет плюс 40 атак спиду. Вам нашли Джиггернаута. Да, его подтягивают. Подождать кинуть трек, когда уже прожмется Фьюри. Вот он пошел трек. Феникс снова погиб. Джиггернаут пытается уйти. Манта Стайлский. Дочередный трек. Подвезли. Нихо играл. Через он не слышит. Отличный файт под корабль. Может здесь погибнуть еще и Мишка, как мне кажется. Да, зацепили медведя. Посадили на крест. Ворованный РП от Рубика по троим. Как много дэмэджа сейчас заходит. Обновление треков. Минус 3 уже. Эмма пытается убежать отсюда. Но Сларк уже наворвал тонну ловкости. Это конечное, как по мне. Потому что все опять потрачено. А фрагов сделать не получилось. Здорово сыграл Магнус. Но еще лучше сыграл Рубик. Они просто идут в трон. Это псори на Сларка. ГГ. ГГ пишет. Функа. Ну, сами поплатили за то, что имели мало контроля. То есть, ну вот после двух саппортов, когда они взяли. Кеникс и Тринда. Было очевидно, что в замесе 5 на 5, наверное, все будет круто. Но вот если появится какой-то такой скользкий парень, который может уходить от тугих вещей, то ловить его будет тяжко. И по итогу его ловил либо Магнус с рпшкой, либо, ну там, кунка при идеальном раскладе к крестовым таррентам. Просто легчайшая для Сларка. Соляра. Да, ну я бы хотел Рубика, наверное, отдельно отметить. Фуай, конечно. Тоже молодец. Жестит. Жестит. Очень много важных сворованных ультимейтов. Ну и смотрелось все это невероятно красиво. Ты был как Бивер, в финале играл за Рубена, в финальной атаке. Когда спирты пошли в трон. И Бивер за драку умудрился своровать рп, поражать рефрешер и дать два шикарнейших рп. Но там один кэрри погиб, да, рпшчик. Немножко не хватило. У нас тоже есть Рубики. У нас тоже есть Рубики, хорошо. На уровне и Фуай, а может быть даже и лучше. Так, ну что, мы уходим на небольшую паузу. После которой вернемся с матчем Киин Гейминг-Люминус против IG Vitality. Услышимся совсем скоро. Не расходитесь.